Всем привет, с вами Эрвин и сегодня мы рассмотрим не одно, а целых два выражения. В конце концов нам надо как-то компенсировать нехватку идем в прошлом видео. Начнем с выражения как мы видим она состоит из слова пил который мы уже разбирали вдоль и поперек вот в этом видео если вы его еще не видели рекомендую посмотреть оно очень длинное но там очень подробно все разобрано и второе слово которое у нас в этом выражении есть это слово keep которое значит ну будем откровенны оно очень много чего значит но в сочетании с прилагательными глаголами оно значит либо оставлять в таком состоянии либо продолжать осуществлять это действие ну например keep writing переводится как продолжай писать killed это от глагольное прилагательное а не глагол поэтому выражение keep your eyes peeled можно дословно перевести как оставь свои глаза очищенными литературный перевод будет смотри в оба вроде бы ничего сложного если мы добавим предлог for то есть для чего или ради чего то оставить перевод смотри в оба будет довольно сложно поскольку в этом выражении возможно добавить предлог поэтому обычно если у нас стоит предлог for вся фраза переводится как высматривать или выискивать в некоторых случаях можно перевести как ищи но нужно понимать что это не то ищи которая look for это то ищи которая keep your eyes peeled вторая фраза попроще потому что имеет прямой аналог в русском языке назначит быть на шаг впереди степ значит шаг а также ступенька если это глагол то он значит наступать или шагать помимо этого если он стоит перед членом семьи то он дает значение что-то вроде не полностью родной ну например степсистер сводная сестра или степ фазор отчим ну и точно так же степ маза мачеха а хэд то наречие со значением вперед впереди наперед дальше ну и так далее все вместе у нас соответственно будет значит быть на шаг впереди что полностью соответствует русскому эквиваленту на сегодня все подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео увидимся